youtube привет всем привет по просьбе трудящихся повторим еще раз тест но в данном случае уже тест победителей турецкий клея fix и клей от игоря забыл его название два клея оба в принципе турецких но один как бы чуть посильнее работает один послабее вот сейчас мы опять те же самые вещи наклеим ну вот я нашел более менее чистое место здесь на капоте вот они метки будут у нас такие вот примерно вот в этой части более-менее ровно сейчас вот наклеим сначала клеем а пиксом вот у меня есть заряжен уже вот а фикс и потом будет второй клей вот желтые палочки тоже забыл как он называется но тоже производитель турция сейчас наклеим дернемся посмотрим потом зарядим вот этот клей опять же дернемся посмотрим температура у нас не очень тут порядка 14 6 показывает ну как бы прохладновато сегодня но ничего как говорится для тех кто не понял еще раз сниму отдельно два вот этих клея не в принципе равны ну вот образцы наши есть попытаемся сейчас в живом виде раз два не хочет елкин сад подвернулась на лифтера нашли эти как спешишь как бы не то что спешишь а один ты снимаешь и делаешь так и получается патроны не откидывается ну и вот он самый маленький грибочек у нас в принципе клей везде остается единственно тут с грибка он но он отошел вот его видно смотрим это у нас клей как фикс магазинный который я бог знает когда купил протираем как мы видим и как мы видим сейчас вот так она сделала начиная с самого маленького это вот такого вот ставлю вот рядышком дры дальше вот этот потом идет у нас вот этот что ж такое не ладится вот от этого грибка вот это продолговатое и вот он называемый делитель я его ставил вот так и мазал вот так он может от этого края до вот этого ну вот всем все видно сейчас промывая эти грибочки заряжаю пистолет ввожу в режим и покажу вам как действует другой клей вот мы видим что клей вот он вот этот клей вот он сейчас немножечко я еще подожду пусть он в режим войдет несколько туговато выдавливается то есть пусть он температуру нормальную рабочую возьмет вот они грибочки помытые высушенные и сейчас рядышком поставим вот с ними я сейчас расчерчу и надпишу уже клей я нашел ссылочку вот тест клея для удаления вмятин тест клея lizard вот этот клей называется lizard советую посмотреть 10 минут вот так вот можно в поиски набрать ютубе и он вас выйдет на искомое видео ну что продолжим все готово в режим вошло все говорится сейчас клеим рядом и также с выдержкой пару минут дергаемся сейчас описали эту беру вот наша так сказать искомая вот здесь мы видим вот они предыдущие наши потягушки и рядом абсолютно напротив я наклеил как бы следующий образец это уже клей lizard вот у нас он к сожалению не продавался но как вы уже видели это два одни из лучших как бы клея уже благодаря тому что тут в гараже как бы не жарковато я потрогал тактильно уже клей остыл вот берем его щелкиваем раз вот мы видим да напротив второй грибочек дрынь вот он видно да не хочет снимать прилипает но это хорошо при работе на машине это очень даже хорошо себя продают когда так грибочки не влетают под машину и ты потом лазишь под ней даже по самому звуку единственное кое-где вот он на грибках остался да то есть он немножко как бы более тягучий тут в химсостае видно что то есть такое что вот он как бы не полностью отрывается от грибка то есть скорее всего что химсостае чуть разные но по цвету разные а сами палочки сами палочки вот если посмотреть да вот как они гнутся даже берем согнули если вот так показать то этот клей более такой тугоплавки получается то что вот ну видно что эта палка уже почти распрямилась ну скажем белого желтого еще вот она такая дугой то есть она более такая клей более тягучий все раз обращались игорь игорь спасибо пивен сервис за предоставленные образцы клея для теста еще раз повторю человек без вас дмс дно заплатил денежки выслал мне клей говорит попробуйте потом скажете свое мнение вот я уже попробовал и говорю клей шикарный во всяком случае по сравнению с тем что предыдущий наш тест был немчиков я пробовал клеем немецким скажем так что не айс этот клей им работать неудобно и некомфортно и он плохо отходит от грибков или тянет как бы не очень но самое как бы противная на мой взгляд в этом что он еще плохо такой клей отходит либо от грибков либо от машины и потом с этим как бы проблемы ну вот объективно или субъективно скажем так лизард тянет явно видно явно видно тут ну как бы уже хочешь не хочешь это надо признать вот мы видим да лизард тянет при всех тех же равных условиях посильнее вот сказать что это преимущество или недостаток я бы не сказал но вот он тянет посильнее вот это видно хотя и клей афикс тоже на хорошем уровне но в данном случае у меня как бы ребята написали что непонятно там вот где она там где какой клей и сравните еще раз я вот так сказать констатирую факты что афикс чуть послабее тянет на мой взгляд как бы в кризисных ситуациях когда надо потянуть надо пользоваться лизардом в повседневной жизни можно я афиксом а еще лучше я бы сказал так это вот у меня болячка такая я всегда чуть перетягиваю иногда и не чуть как бы мне бы еще вот третий клей который перед ними бы вот который бы тянул в послабее дать и было бы хорошо когда надо послабше тянуть зарядил палку такого когда надо посильнее тянуть зарядил такие ну вот так сказать я думаю теперь уже ни у кого вопросов не возникнет вот ну еще раз повторюсь что лизард что вот этот клей афикс оба это made in turkey сейчас я покажу люди не все знают где это у нас вот так фикс ком это турция вот делает вот такой клей очень он хороший еще у меня есть немчики я уже показывал это спарта называется тоже очень хороший доставник клей но в принципе что актив что спарта на мой взгляд примерно одно и то же вот я думаю уже так сказать ни у кого не осталось вопросам ни у кого не осталось сомнений что как бы вот тест проведен закончен так сказать уже всего финиш все всем привет пока я решил вот там клей еще спарта есть я его снимал уже и вот он клей есть вражеский дэнтаун сейчас попробуем их вот она спарта принципе уже хорошо поплавился все то же самое все те же лица я единственное еще раз покажу один клеевой стержень вот он у нас есть клей спарта вот еще есть зубы еще и зубра 1 завалялся я уже зубром этим давно не работал вот такой клей спарта у нас есть интересно вот сейчас все это попробуем итак я решил продолжить вот видно что клей лизард данном тесте лидирует автофокус играется как хочет но неважно сейчас будет клей от немцев немцы у нас в прошлом тесте так сказать подкачали сейчас посмотрим как на самом деле вот этот клей спарта но его многие хвалят многие люди им работают кто работает знает что клей достаточно хороший посмотрим как он себя поведет но я думаю что будет примерно так же потому что я им работал и работал успешно просто он в данном случае сейчас как-то у нас из продаже подпропал но небольшой запасе на наш смотр вот это у нас немчиковский клей спарта сейчас я понапишу это у нас клей номер три клей спарта значит нюансы опять вот на этом грибке немножко остался след как бы довольно таки легко удаляется потому что он пластичная вот я рукой прямо сорвал без спирта здесь у нас отстрелилась клей остался кусочек тут а здесь кусочек только выдрала вот такая ситуация смотрим теперь как он отходит достаточно легко следов не остается мы видим и можно уже посмотреть ну как я и предполагал вот этот крайний отдернулся у нас попытаться еще раз переклеить может что-то я с наклейкой не так сделал в принципе все бы ничего только вот этот грибок скажем так подкачал сейчас я его еще раз переклеим может что-то не так сделал переклеил грибок вдруг как говорится помешал человеческий фактор да я видно что то не так сделал до следы чуть-чуть остались но в данном случае вот мы видим что то я видно не то сделал клеит он тоже нормально ну судя по вот этим всем так сказать горбулечком самые высокие на лизарде пока то что он здесь видно что он чуть чуть послабее тянет вот сейчас надо выбрать этот грибочек еще и продолжим дальше следующим номером нашей программы будет у нас вот этот вражеский клей по фамилии bent out вот и вот его обозначение pg 10 сейчас заправим попробуем так он у нас себя покажет предыдущий клей надо стравить вот дошел у нас этот клей уже мы видим вот он желтый пошел надо ему дать немножечко постоять подумать за это время я как раз вот эти грибочки помою почищу и приготовлюсь дальше ну вот мы попробовали приклеили сейчас даем выдержку вот он этот желтенький клей вот он bent out я вот написал первый акфикс лизард спарта bent out миликосовский вот сейчас посмотрим он как бы подсыхает или не подсыхает должен подмерзнуть еще здесь он горячий как бы расплав по времени где-то 2 минутки я выдержку всем даю клеем поэтому по секундомеру я тут засек еще у меня не дошел еще пол минутки надо продолжаем наш репортаж смешанного чемпионата европы и мира и его окрестностей вот так себя повел клей денталут значит практически на всех грибах он у нас остался по вырву там клочкам здесь видно да сейчас посмотрим что мы надергали вот констатирую факт пришлось вот такой иголочкой потихонечку загибал очищать либо этому клею холодно здесь у меня все таки здесь холодновато 15 и 3 вот показывает да видно да на улице 6 и 3 вот почему-то ему холодно ну ладно ну ладно бог с ним вот отсюда он тоже как-то не хочет как-то не хочет отскакивать то есть он практически вот задубивший здесь вставший колом вот вам пример того что в данном случае для данного вида помещения для данной температуры он у нас не подходит то есть чтобы вот этот клей ободрать сейчас надо что-то мудрить думать чем-то это прогреть и тогда он будет работать со спиртом а так получается вот тягомотина о чем я и говорил ничего хорошего как бы в этом я не вижу ну сейчас прогреем феном я думаю в общем эксперимент забуксовал плохо он очень очищается этот клей хваленый то ли он уже так сказать полежал у нас на открытом воздухе долго но чего не делаешь он не хочет отходить вот пожалуйста не зря наверное этих американчиков там не помню у кого есть такие специальные лопаточки для того чтобы счищать клей нахрен нужно пусть эти американцы сами своим клеем пользуются если он у них весь такой хотя я уже видел и у меня на канале выложено там видео где в принципе для клея не нужен ни спирт ничего никакие жидкости как бы он отходит сам по себе вот короче как вы уже поняли тут остается под пальцы попадает слышно вот это дент-аут у нас ну ладно теперь хотя бы глянем что он нам выдернул в принципе скажем достойные результаты на всех грибах он потянул где-то больше где-то меньше ну в общем и целом клей работает дальше дальше что у нас будет дальше у нас наверное будем делать так вот тут у нас еще три полосочки есть и одну вот я вперед наклеил значит у нас есть это мы отставляем у нас есть три претендента из Китая красный, черный, белый и вот он есть наш зубрик я показывал уже клей наверное зубрик у нас пойдет вне конкурса вот сюда перед АКФИКСом а вот три полоски мы попробуем китайцами поработать ну я сокращу это все дело и в итоге посмотрите результат чтобы не терять время первый номер из китайской тройки вкратце снимаю вот оно смотрим что тут у нас получилось нормально 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 так в принципе все отошло нормально как должно быть смотрим дальше отходит хорошо вот он такой тягученький в смысле не тягученький а пластичненький как резиночка вот отходит хорошо все чисто как как видно вот крайний что тянет он тоже неплохо сейчас заряжаем следующий клей да я забыл сказать очищается клей довольно хорошо и от поверхности детали и от грибков вот опять в режим мы вошли как бы все нормально следующий будет китайский клей вот здесь но черный ну вот следующий у нас клей будет светлый а пока что вот у нас осталось немножечко времени теперь будет китай черный время вышло начинаем работу вот так вот неожиданно так я кажется понял я забыл протереть спиртиком вот здесь и получился косячок но все равно я не буду уже по этим видно да вот все отодралось так но тем не менее видно что он даже при этом потянулся сейчас я здесь чуть вот чуть поспешил надо было обезжирить а я увлекся и не обезжирил ну ничего видишь знаки сечина белый вот он приклеен видно хорошо сейчас мы его дернем дрым есть дрым есть дрым дрым вот как-то он интересно у нас тут работает потому потому что раз на раз не получается вот тут остался на одном из грибов клей я думаю что это из-за моей неаккуратности так и того как мы видим собственно все тянет где-то сильнее где-то слабее но в принципе по линейке можно вот увидеть сколько их тут все достаточно неплохо тянут вот ну и крайним будет ну крайним вот чистое место это наш зубренок сейчас вот он тут в режим входит я думаю уже можно будет сейчас грибы помою и вот крайним туда с самого края вот напишем здесь у нас будет зубр посмотрим как он себя покажет ну вот это вот наши крайние я потом все приведу в порядок сниму чуть-чуть подальше как бы расположил эти грибки вот это у нас клей зубр наш российский посмотрим как он себя сейчас поведет так сори уже начал дергать и увидел что не включил довольно таки неплохо вот остается клей там где все положено оставаться ну и в частности вот как мы видим на грибке тоже чуть остается вот также и тут видно да половинка там половинка по всем вот сейчас посмотрим как она отходит от детали в данном случае от нашего капота вот тут проблем как мы видим он тоже у нас такой тугоплавкинки вот где-то он отходит вот здесь в данном случае кое-как еще справился но он ломается вот за что я и не люблю работать таким клеем что его потом с ним долго надо нянчиться сейчас возьмем что мы возьмем чего-нибудь надо взять какой-нибудь шпатылёк у нас шпательки как бы не совсем подходят потому что они металлические ну вот так вот надо нянчиться как мы видим да вот не хочет он у нас отходить вот это геморно как бы сказал герой леонова винни-пух это неправильный клей таким клеем работать не айс вот ну сейчас минутку дочищу тут чтобы показать ну вот итог теста значит не стал я от нашего зубра тут очищать смысл не вижу вот как видно вот раз два три четыре пять шесть семь восемь штук раз два три четыре пять шесть семь восемь да вот что в принципе все клей сработали неплохо вот в данном случае вот этот скажем не айс вот этот скажем тоже не айс мы их так сказать в группу риска относим почему потому что либо не та температура либо что-то еще значит вот эти три клея два турецких хоксфикс и лизард лидеры спорта немецкая рядом с ними вот если ориентир виден да первая дорожка загрублена вот первая вторая третья дорожки достаточно как бы кто-то сильнее тянет кто-то слабей в принципе можно было бы по скажем так вот видно что спорта тянет как бы вот так наверное можно было расположить лизард акфиксы спорта вот так им места я бы дал по силе тяги ну а в общем то все тянут единственное что как бы китайцы несколько грязновато отходят но я уже не говорю о дентаот и зубре нашим они видите что оставляют и с этим мороки очень много поэтому не вижу смысл покупать для данного вида работы такой клей им пользоваться возможно в дальнейшем производитель наш научится делать клей который мы с удовольствием будем покупать и будем им работать почему бы нет но в данном случае вот тройка лидеров у нас лизард акфикс спарта дальше идет как ни странно китай более-менее а дентаот USA и Россия зубр в данном случае это геморройные клеи для данного вида работ в данных условиях еще раз сниму по дорожкам как бы все тянут где-то может ядом как-то так или не так потяну но в данном случае этот тест такой не особо научный но зато проверено так сказать на капоте ну вот все я думаю теперь вопросов ни у кого не возникнет все всем привет пока-пока